Ну, вообще, чтобы называть свой продукт экологическим, био- или органическим, можно его назвать просто так или не просто так. В России долгое время называли это просто так, зная, что потребитель тянется к здоровой качественной продукции экологической. И, соответственно, зачастую это было просто пиаром, какие-то выставки, может быть, дабы получить конкурентные, что называется, маркетинговые преимущества на рынке. Продать подороже, продать в крайнем случае больше. В общем-то, такая позиция заработать производителя понятна, но с другой стороны, если это в ущерб потребителю путем введения его в заблуждение, то это, конечно, не очень хорошая ситуация на рынке. И эта ситуация, в общем-то, продолжалась до, наверное, 2003 года. В 2003 году мы решили создать экостандарт. То есть в России на тот момент не было ни стандартов, ни каких-то других сервисных услуг в виде той же самой сертификации, начали маркировки, продвижения, консультирования. И начали мы создание общественной организации «Некоммерческое партнерство Агрософия» по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства. И эта организация стала подключаться к наиболее узким местам развития биоотрасли. Ну а, в общем-то, из чего состоит биоотрасль любого государства, это, в общем-то, понятно, что должны быть правила игры, то есть экостандарты, которые говорят, что и как нужно делать, чтобы твоя продукция и твой способ хозяйства назывались экологическим. Ну и все остальные сервисы, соответственно. А без этого потребитель не платит деньги, более большие деньги за такую продукцию, потому что ответственные производители теряются в массе псевдо-биотоваров, или, соответственно, потребитель теряет ориентиры, где настоящая экологическая продукция, где не настоящая. Ну и, как правило, во всех государствах это начиналось с частного стандарта, то есть мы в свое время пытались в 2004 году поработать с ментельхозом, практически все лето провел там в ментельхозе. Ну, очень сложная эта система, неподъемная практически. Поэтому я считаю, что стратегия была выбрана абсолютно правильно создание частного стандарта и работы ради, прежде всего, производителей и потребителей. При этом была своя стратегия разработана в том плане, что наш стандарт должен быть полностью эквивалентен Европейскому Союзу с тем, чтобы импортируемая продукция сюда не встречала барьера, а наши производители могли экспортировать свою продукцию, в том числе на развитый рынок Европейского Союза. То есть он действительно измеряется десятками миллиардов евро, и там действительно можно зарабатывать. Ну и, в общем-то, это частный стандарт, по которому можно хозяйствовать. Где-то, наверное, с этого года вступил в силу ГОСТ российский, который дал название такому типу производства, как органический, и продукцию эту назвал органической. Но нужно сказать, что этот ГОСТ, благодаря ему, в конце прошлого года вообще остановился рынок биопродукции в России, в том числе импортированной. Импортеры стали сбрасывать эту продукцию быстрее, дабы не попасть под какие-то, видимо, испугавшиеся санкции. Магазины устраивали распродажи, там, до 70% на эту продукцию. Есть, в общем-то, определенные проблемы сейчас с этим ГОСТом. И его создатели изначальные, видимо, не имели стратегии, что это должно быть эквивалентно Европейскому Союзу, например, чтобы не нарушить рынок. И получился ГОСТ, ну, особенный, скажем так. Он на сегодняшний день не входит в семью стандартов ФАМ, а это такие широкие достаточно рамки, отвечающие за вообще понимание данного типа хозяйствования. И сейчас, в общем-то, ставится вопрос о его переработке. Там передача соответствующим структурам происходит, и технического комитета. Сейчас, в общем-то, удается принимать участие в заседаниях и комитета, и последнее, что мы обсуждали, это ГОСТ по средствам защиты растений. О его создании идет речь, создание также ГОСТа на дикоросы. В общем-то, в этом приходится принимать участие. Вроде бы, стратегия меняется на то, что все-таки российский ГОСТ должен быть эквивалентен европейскому. То есть, я считаю, что это, конечно, здравый смысл. Не нужно барьеров нашим производителям для выхода на развитые целевые рынки. И наоборот, соответственно, та продукция, в общем-то, должна беспрепятственно, наверное, попадать на наш рынок, чтобы, в том числе, и производители имели возможность посмотреть, что это за продукция, как она оформляется. Хороший пример с той же самой мукой Альчинера, которая, собственно, очень дорогая. Но благодаря тому, что производители имели ориентиры в виде хотя бы этой продукции на рынке Российской Федерации, они сумели построить свое производство качественное. И мука стала покидать российский рынок, потому что на сегодняшний день все-таки Бакалея достаточно хорошо развивается. Поэтому, в принципе, частные стандарты, они полностью легитимны. И что в России, что в том числе, если мы будем брать опыт, предположим, Западной Европы, они, как правило, более жесткие в том или ином плане. Иногда в плане каких-то норм, ну, предположим, есть, например, такое сообщество, как Биохуры, частная такая организация, они сказали, что вот в Европейском Союзе минимальная длина насеста должна быть 18 сантиметров под одну курицу, а у нас 25 сантиметров. То есть еще более вольгодно содержание для кур, соответственно. Ну, это как пример. Есть экостандарты, например, такого союза, как Эколанд, которые уделяют внимание больше социальной направленности. В частности, то, что работающие в хозяйстве должны иметь повышенные социальные гарантии в виде, например, спецодежды, рабочего дня и так далее. Вот. То есть, ну, что касается наших стандартов, у нас, в общем-то, я считаю, что на сегодняшний день стандарт, который позволял и позволяет развиваться производителям эффективно, в соответствии с тем, как это делается в Европе, в том числе, не ставя никаких барьеров. Плюс у нас, в общем-то, система маркировки. Каждый год дорабатывается чистые росы. Соответственно, если раньше было, как вот по европейскому стандарту, чистые росы био, чистые росы био в конверсии, то со временем, чтобы развиваться рынку, появился чистый росы натуральный продукт. Соответственно, сейчас чистые росы, дополнительно чистые росы ВК, высокое качество. Поэтому, собственно говоря, вот на этом рынке органики, я думаю, что биопродукты по нашему частному стандарту будут всегда занимать его топовый сегмент. Даже вот сейчас, когда приходит, будет приходить более широко, наверное, этот рынок. И я думаю, что наши производители в органике не утонут в этом плане. Поэтому, ну и, собственно говоря, наверное, как один из ориентиров для того, куда двигаться вообще биоотрасли, может быть, в том числе и государственному регулированию, частные стандарты, они, конечно, имеют всегда очень большое значение. Потому что они растут снизу, от биосообщества непосредственно, в том числе используя там различный международный опыт. Ну вот, если кратко, если так можно сказать. Да, Андрей Валерьевич, а скажите, вот биохутер, он может иметь одновременно два стандарта. И в вашей организации, да, и может иметь ГОСТ. Да? Хоть 10 стандартов. В Европе это, в общем, так и происходит. Ну, я пример аналогичный приведу, что есть, соответственно, закон Европейского Союза, рамочные рамки достаточно широкие, и ты можешь сертифицироваться по ним, соответственно, маркировать свою продукцию лейблом ЕС. Это вот тот вот как раз прямоугольничек, на базе которого долго строились маркетинговые программы в нашем государстве, в том числе в плане узнаваемости этой продукции. Но если ты хочешь выделить свою продукцию как более еще качественную, какую-то более топовую, то ты дополнительно используешь знаки союзов ассоциаций, и, соответственно, это более жесткие стандарты. Это дополнительная сертификация, конечно же. Вот. Ну и, соответственно, дополнительные каналы реализации. То есть здесь нет каких-то противоречий. Вот. Но ввиду того, что в ЕС зачастую базовым уровнем, то есть ты не можешь, например, получить значок более, например, Союза, если у тебя нет сертификации ЕС. То есть такая политика ввиду того, что организован нормальный диалог сразу был между Союзами и законодательно-нормативной базой ЕС в 1991 году, когда появился только закон об экологическом земледелии, то есть еще до животноводства было далеко, не говоря уже о текстиле, виноделии и так далее, то, соответственно, стандарты строились на базе опыта союзов ассоциаций, которые хозяйствовали, ну, если мы посмотрим, там, в 1920-х годах биодинамическое и биоорганическое земледелие стали зарождаться. Первые стандарты после войны появились частные. И стало быть, собрали все союзы, сказали, ребята, как вас защитить вот от этих псевдо, которые на рынке тоже маркируют свою продукцию, как эко-био. Соответственно, они сказали, да, нас вот защитить вот так-то. Появился стандарт. Взяли два названия, например, в Германии, там, экологиш-биологиш сразу для этого типа хозяйствования. У нас немножко по-другому в России это сейчас пошло, поэтому, с одной стороны, защищен на сегодняшний день как-то термин органический, но стандарты кривые. Ну, если так вот. Их нужно приводить еще в общее понимание вообще с мировым понятием экологического сельского хозяйства. Их нужно дорабатывать. По ним, в принципе, невозможно сертифицировать. Поэтому вот те сертификаторы, которые сейчас будут выдавать эти сертификаты, это будет, конечно, интересно посмотреть, что это такое будет. Но частные стандарты остаются, собственно говоря. Есть какой-то диалог налаживается. Может быть, так и будет дальше, что базовое, соответственно, закон государственный и настройка там частные какие-то уже стандарты. А скажите, вот как нужно пользоваться терминологией, чтобы не ошибиться. Вот, допустим, сейчас биохутер подал заявку на сертификацию в ГОСТ. Но он уже имеет сертификат чистой росы. Можно ли сказать, что сейчас он выпускает органическую продукцию? Или он выпускает биопродукцию? Или, вернее, биологическое земледелие стандартное у него? Какой? Ну, вообще, вот если взять, опять-таки, мы ориентируемся, прежде всего, на мировой опыт и ориентировались. Если мы возьмем стандарт ЕС сейчас, да, то там написано, что вот этот тип хозяйствования, который освещен данным стандартом, он называется в разных странах по-разному. В основном это эко-био в большинстве стран ЕС. И в несколько стран это органик. То есть по-английски органик, в Эстонии органический, насколько я помню, Украина взялась и органический. Но это один и тот же тип хозяйствования. Поэтому в данном случае вот стандарт СТО агрософии, по сути, эко-био-органик, это в общей, например, европейском понимании, биохутор выпускает именно такую продукцию. Эко-био-органическую. Если брать чисто вот законно-нормативное правило регулирования в России, то, ну, де юро сейчас защищен термин органический. И дальше формально, не имея сертификата аккредитованной организации, ты не можешь называть свою продукцию органической. Значит, пока био-органик, да? Да, до тех пор, пока нет, это нарушение. Поэтому с этого года стандарт действует. Поэтому, ну, да. Это уже другой вопрос, что нужно его переделывать, это стандарт вообще, что делать со сложившейся ситуацией. Но де юро так дано. Какое у вас впечатление от сегодняшних посевов в биохуторе? Ну, биохутор уже 10 лет. Это действительно вся эта история, юбилей, можно сказать, в этом году. Всегда приятно смотреть, как растет проект. Соответственно, улучшаются методы производства, увеличивается, потому что за всем за этим стоит, опять-таки, все большее количество, ну, в целом, качество жизни и большее число, в том числе потребителей, которые питаются здоровой продукцией и не заболеют коронавирусом. Ну, да. Вот, поэтому всегда приятно, конечно, смотреть на проекты, которые строятся грамотно и правильно, долговременно. А скажите, вот среди ваших партнеров много ли какая часть хозяйств, которые вышли на прибыльный уровень? Вот биохутор, он сумел на этот уровень выйти, а многие пытаются и бросают, потому что вот экономика не складывается. Ну, у нас практически все хозяйства вышли и выходят сразу. То есть были по началу сложности, например, когда отстроился, это в 2006 году не было рынка, там, например, с одной стороны, производители там произвели, как у нас любят сразу, много одной монокультуры. По овощам я помню, проект был в Дмитриевском районе, в Московской области. Вот, произвели, все, получили сертификаты. Или сибирский хлеб, например. 30 тысяч гектар сразу, три года сертифицировались, иностранные компании ждали сертификата, получили сертификат. А их никто не ждет, никто им не звонит. Вот, как так? А сертификат не гарантирует, что ты будешь успешно сбывать свою продукцию. Что делать? Ну, поехали на выставку. Там, всемирную, в Нюрнберге проходят ежегодно. Вот, поэтому здесь, конечно, вот в отношении хозяйств, которые всегда входят только в это производство, сейчас нет рынка под монокультуру, нет больших объемов. Это все-таки желательно хозяйство, которое более самодостаточное, как несколько ассортимент должен быть. И очень хорошо, если у хозяйства есть переработка. Технологии очень неплохие по зерновым. По зерновым практически сейчас все прибыли. У нас есть даже хозяйства, которые говорят, мы за счет снижения себестоимости чисто занимаемся экологическим выращиванием, мы даже не сертифицируемся. Мы свою продукцию продаем всю на обычном рынке. Сложнее с овощами, например. Там, где урожайность падает, например, на картофеле, там на 40% падает урожайность. Если еще нет сбыта нормально отлаженного. Но сейчас, в общем-то, вот с коронавирусом и с доставкой, доставка, соответственно, вот эти два месяца хозяйства, в общем-то, все довольны, насколько я понимаю. Ну, по овощам я бы сказал, что нужно дорабатывать сигналы, посмотреть, что как. А так, в общем-то, все хорошо развиваются. Очень хорошо. Возьмите Олегу, нет вопросов, да? Есть вопросы еще у присутствующих? Нет? Спасибо, Андрей Валерьевич, очень интересно. Спасибо. Спасибо.